Братья и сестры, специально для Виталия Штыбина и всех товарищей, которые интересуются историей адыгов Мы находимся сейчас в окрестностях станицы Смоленской Вместе с местным краеведом, который всю жизнь собирает легенды, фольклор местной территории И вот, будьте добры, расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы находимся на могиле известного, хорошего воина-адыгу Лет почти 200 назад он был здесь захоронен И все жители из аула Сухонакоя, где сейчас станица Смоленская Когда его хоронили оттуда, привозили каждый под воду земли И вот такой холм высыпали, большой Здесь его со всеми доспехами захоронили Но рядом с ним, когда его вызвали хорониться, рядом с ним шел его боевой конь во всем снаряжении И когда уже всех захоронили, пошли в аул, конь остался тут, не могли его отогнать, чтобы в аул И так он тут и был, что приходят, его отгоняют на пастбище Он был тут много дней, и так тут он и сдох Никто не снял с него ни уздечку, ни седло, ни ничего не так В чем конь был, тут же рядом его, а его рядом похоронили И с этим, со своим хозяином, со своим воином И вот все тоже привезли, откопали, значит, яму похоронили И сверху, еще из реки Афипс, плиты положили каменные А потом сверху глиной, землей засыпали И вот уже почти 200 лет этот холм оброс уже деревьям Он так и называется Холм золотой конь, золота могила Могила это воина Адыгейского и его боевого коня Сколько тут чернокопателей с этими лопатами, со своими приборами Искали это золото, шукают коня, шукают этого хозяина его Но холм очень большой И бог не допуская, чтобы что-то они отрыли Так оно и остается Нина Федоровна, а будьте добры, расскажите, пожалуйста Вот вы рассказали, кто вам эту историю рассказал А эту историю рассказал, значит, как было Когда станицу заселили эти казаки В числе их и был мой, мои прадедушки Жалтухин Назар Петрович и стадник Тома Васильевич И вот это, когда строились они в этом ауле свои дома Казачьи хаты, рубленые строили Все ездили вот там, дальше по реке Афиб Здесь скала Ашовына называлась Оттуда брали камень Камень под фундамент Стояны назывались, стояны Вот такие Вот на лошадях, на подводах приезжали На быках несколько человек По доскам грузили эти стояны камни И из них строили дома И когда дедушка и с соседями приехали сюда брать эти камни То они увидели, что стояны человек лежит В сторону суда направляется Лежит Они подошли, там был адыгеец Который, когда война была, они ушли в Турцию Ну а потом вернулся назад Он вернулся назад Он не схотел там, не мог родину покинуть И они его подобрали тогда Отпоили, откормили дома У свою станицу привезли Когда он уже отошел Они отвезли его, где адыгеець жили В адыгее В аул Нашли его родню Отдали ему И сколько дедушка жил И дедушка И прадедушка Сколько жил их Сколько он и общался С этими Этими Адыгейцами Я вот сейчас Не знаю Я не знаю Как их фамилия Как Мне бы хотелось Если бы родственники Того Дедушки Что вот так Произошло Что он Общался С дедушкой Стадником И вот если бы Мы уже Про правнуки Тоже бы общались И мне хочется Чтоб на этом холме Сделать памятник Полумесяца Как положено В адыгейце Чтоб они Сделали тут памятник И Ни кто не смог Вот тут долбать И копать Что-то искать А мы должны хранить Мы Хоть разная нация Но мы один народ Мы Наш Наш Акубат Наш Кавказ Нам оно дорого И дорого Те Которые Лежать Тут В этой земле Которые Защищали От турки Эту землю А вы Еще сказали Такую Фразу Что Ваш дедушка Дал обещание Тому Адыгу Да О том Что пока Мы здесь живем Да Дедушка Стадник Сказал Пока Я живу Мои деды Живут И Соседи Вот эти Пока мы живем Мы могилу Никому Ни дом Будем охранять Будем И вот Сколько лет Было Ни кто тут Не копал А вот Сейчас В последнее время Вот там Две ямы Кто-то копает Что-то ищет Зачем Оно ничего Не найдет Бог Не допустит Ну Вот и все Я хотелось Обратиться С тем Может Кто помнит Что их Прадедушка Из Турции Вернулся Что его Стадник Привез В аул Может Мы общались А вот Еще один момент Вы сказали Что сюда Какое-то время Или это Вам рассказывают Что приезжали Адыги Съезжались И молитву Здесь делали Да 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 А ну Расскажите Поподробнее Об этом Сразу Ну Это Дедушка Рассказывал До Советской Власти Адыгейцы Всегда В какой-то Въехать Или Айран Какой-то Праздник И они Всегда Туда Приезжали И молились Молились По-своему Они Свои Прям вот На этой Могиле Поднимались Наверх Да Да Молитву Совершалась Очень Памятник Священное место Памятник Очень Хороший Памятник Адыгейцам И Нашим Казакам Братья Братья Адыги Мы Правда Тех Кто Желает Все-таки Объединиться И сохранить В памяти Это место Возможно Возродить Традицию Поминовения Восстановить Всю эту историю Мы призываем К тому Что давайте Объеднимся И сделаем Все в одном И мне бы Хотелось Чтоб тут На самую Экрасу В Иркутске Вот под Том деревом Поставить Как у вас Там памятник Полумесяца Каменный Памятник Вылет И поставить Тут Полумесяца Памятник Оставался Мы умрем Чтоб наши Внука И правнуки Соблюдали Возможно Кто-то из Историков Кто занимается Этой территорией Подскажет Более Расширит Эту историю Все Братья Ждем Спасибо Огромное Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова